Многие родители наивно полагают, что плоскостопие у детей это маленькое недоразумение, на которое не стоит обращать внимание, но они очень ошибаются. Плоскостопие это весьма серьезное заболевание, которое со временем может привести к необратимым последствиям. Чаще всего в зону риска попадают малыши с наследственными заболеваниями, а также те, кто носит неправильную обувь, с мягкими задниками, без супинаторов и стелек или донашивает обувь за другими детками. Достается и детям с избыточным весом, так как при ходьбе их вес может неравномерно распределяться, создавая большую нагрузку на стопу. Также плоскостопие развивается у тех, кто страдает рахитом. Из-за нехватки кальция их кости мягкие и легко деформируются. Плоскостопие это деформация свода стопы. Стопа становится плоской и опора при движении происходит по неправильным осям. Соответственно, нагрузка идет на тазобедренный сустав, на колени и на все остальное, вплоть до формирования сколиоза из-за неправильного свода стопы. Раннее плоскостопие чревато такими последствиями, как некрасивая, раскачивающаяся походка, искривление позвоночника, а вслед за этим и ухудшение зрения, боли в спине, частые головные боли, развитие артроза, деформация суставов коленей и голеней, быстрая утомляемость, раздражительность, нарушение работы нервной системы. Говорить о неправильном формировании свода можно где-то с возраста 5-6 лет у детей, потому что до этого стопа приобретает форму и оценить плоскостопие достаточно сложно. Чем раньше вы обратитесь к врачу с данной проблемой, тем больше он сможет помочь вашему ребенку. Доказано, что до 5 лет все симптомы плоскостопия легко можно убрать, а вот позже это сделать уже гораздо сложнее. В качестве лечения применяется, как правило, ЛФК и массаж стоп. Достаточно несколько курсов массажа, чтобы немножко вывести стопы и закрепить это с помощью лечебной гимнастики. Это не занимает много времени, достаточно 10-15 минут в день уделить этому, чтобы это исправить. Первое, что сделает врач, расскажет, какую обувь стоит покупать и носить, на что обращать внимание. Обувь должна быть с жестким задником на небольшом каблучке, удобной из легких материалов, которая позволяет ножке дышать и жестко фиксирует голеностоп. Для того, чтобы избежать появления плоскостопия, необходимо новорожденному делать массаж стоп несколько раз в день. Лучше всего, чтобы эти упражнения показал специалист. Они помогут укрепить мышцы стопы и пятки и будут держать в тонусе эндокринную систему. Если у вашего ребенка выявлено плоскостопие, это не повод для паники, это повод всего лишь обратить на это внимание. Многие спортсмены с этим диагнозом добились больших высот в спорте. Это всего лишь условное противопоказание для занятий большим спортом. Хорошо способствуют профилактике плоскостопия ванночки из морской соли и экстрактов хвои. Следите за тем, чтобы питание грудничка было полноценным и в его рационе хватало кальция и других важных микроэлементов.